Наталья и Сергей Масловы говорят, что ждали этого момента 9 лет. А в 2013 году они купили квартиру в новом строящемся доме на Ильинской. Тогда застройщик обещал, что совсем скоро они смогут заселиться в квартиру своей мечты в самом сердце Нижнего. Но годы шли, а дом не строился. Сегодня у нас счастливый день, можно сказать. Все эти мытарства закончились наши. Проблемный жилой комплекс сердца Нижнего наконец-то достроили. Вместе с семьей Масловых ключи от своих квартир получили почти 90 человек. Дольщики признаются, что компанию застройщика признали банкротом в конце 2019 года, когда жилой комплекс был завершен уже более чем на 90%. С тех пор срок завершения строительства переносили несколько раз. Лишь после обращения к губернатору Глебу Никитину ситуация прояснилась. К слову, глава региона лично проверил достроенный объект. Пришлось полностью перепроектировать жилой комплекс, потому что вместо шести домов оказался достроен только один. Но он, собственно, и был в зоне реализации, то есть в зоне продажи людям. И наш фонд пострадавших дольщиков вместе с Федеральным фондом развития территорий, вместе с нашими строителями перепроектировали, находили решения технологические. Мы совместно докапитализировали это решение. 152 миллиона рублей было потрачено. Место шикарное. Это еще, на наш взгляд, очередной шаг в приведении в порядок започаяния. Также глава региона отметил, что сейчас в области еще есть полторы тысячи дольщиков, которые дожидаются своих квадратных метров. Тысячу человек планируется заселить уже до конца года. В том числе и многострадальные дольщики жилого комплекса «Новинки Смарт-Сити». Служба информации Наталья Лисова, Николай Прохоров.